Новый диск от Эдварда Билла уже скоро может появиться в сети. Кто пытается использовать Алишера Маргенштерна и его фанатов? И долгожданное завершение судебного процесса против Эрика Давидыча. Почему он выйдет на свободу гораздо раньше, чем все думают? О, круто! О, кайф! Привет всем зрителям проекта Ютубер! Сегодня решили немного вернуться к формату закадрового голоса и скоро объясним почему. И по традиции собрали для вас все самые главные новости последних дней, так что не будем терять ни секунды. Первым коснемся дела Эрика Давидыча, которому наконец-то вынесли приговор после почти трех лет судебных тяжб. Может быть дальше это будет происходить гораздо быстрее. Все это время создатель проекта Смотра.ру провел в московском СИЗО и пытался доказать свою невиновность по обвинению в мошенничестве. И сперва у его команды адвокатов даже получилось. По одному из эпизодов обвинения Эрик был оправдан, а вот по другим нет. В общей сложности по двум случаям мошенничества суд приговорил Китуашвили к тюремному заключению на 4 года и 8 месяцев. Объявление приговора транслировалось в прямом эфире и собрало десятки тысяч зрителей у экранов. Сейчас же у записи почти полтора миллиона просмотров и самый громкий процесс против видеоблогера подошел к концу. Все, туши! Несмотря на обвинительный приговор, оставаться в заключении Давидыч будет недолго. Дело в том, что по одному из обвинений уже в начале ноября истекает срок давности. А это значит, что после подачи апелляции срок уменьшится до четырех лет. И если вычесть из него все то время, которое блогер уже провел в СИЗО, а это, напоминаю, почти три года, то в итоге получается, что Эрик Китуашвили уже с запасом отсидел свой срок, ведь каждый день в изоляторе считается за полтора. Все. И это сразу финалочка. К обычной жизни Давидыч может вернуться уже в ноябре. Хотя обычной жизнью это, конечно, сложно назвать, ведь теперь на нем висит судимость, да еще и по делу, которая до сих пор вызывает у всех вопросы. Тем не менее, уже до конца года зрители, смотря ТВ, должны увидеть новое видео с участием Давидыча на канале. Всем хорошего дня. Я пошел. Как думаете, продолжит ли он свою карьеру автоблогера или посвятит себя чему-нибудь другому? Ведь современный Ютуб уже не тот, что прежде. Атмосфера тут гораздо напряженнее и на каждом шагу тебя ждет очередная драма или разоблачение. Даже если взглянуть на наши старые ролики, сразу можно заметить, насколько другими были новости благосферы трехлетней давности. Кстати, я не зря вспомнил, с чего начинался Ютубер, ведь буквально на прошлой неделе мы стали на еще один год старше. С октября 2015 года, когда канал был создан, много чего изменилось. Форматы, подход к работе над новостями и количество человек, которые их создают. У меня, например, появилась коллега и соведущая, Таня, которая сейчас в небольшом отпуске. К слову, для всех, кто спрашивал о причинах ее отсутствия, советую зайти к Тане в Инстаграм и все самостоятельно узнать. Уверяю, причина там очень веская и не менее радостная, с чем мы ее, кстати, и поздравляем. Также семья Ютубера расширяется, и в ней появляются другие проекты. Надеюсь, все уже знают о нашем втором канале Сателлит, где также выходят веселые ролики в формате новостей. Ну и, конечно же, наши подписчики и зрители, которые уже три года смотрят наши ролики. Спасибо вам за то, что поддерживаете проект, ставите свои лайки и остаетесь с нами. Впереди нас ждет еще много разных успехов и точно новые форматы. Самое главное, чтобы было для кого работать. Так что можете писать свои пожелания Ютуберу ниже в комментариях, обязательно все прочитаем. Ну и по этому поводу мы также объявляем скидки на сотрудничество. Если вам нужна качественная реклама на Ютубе, смело можете писать к нам на почту или в личные сообщения Анне Давыдовой. А тем временем Эдвард Билл, по всей видимости, собирается вернуть старый конфликт с Николаем Соболевым. Соболев тот еще... Вот Соболев, вот Соболев это завел сейчас, бля... Соболев, даун, е... Пранкер поделился фрагментом своего нового видео на главного моралиста Ютуба. Это, к слову, уже не первый раз, когда Билл посвящает свои треки другим блогерам. Ранее парень выпускал песню, где по большей части пел про себя, но все же нашел пару строк, чтобы упомянуть Соболева и Афоню. Когда ты гуляешь в парке, ты играешь со мной в прятки, ты же видел мои пранки и стал мигом не в порядке. Если интересно услышать всю песню целиком, переходи в наш Телеграм. Там ты также сможешь узнать, какого мнения о пранкере его коллеги по Ютубу и много другой эксклюзивной информации. Все, что нужно, это перейти по ссылке в описании. Чей, да? Несмотря на то, что Ютуб еще на прошлой неделе открыл доступ к каналу Эдварда, новых пранков или обещанного интервью там так и не появилось. Возможно, это связано с тем, что на канале до сих пор висят страйки, а это значит, что публикация роликов становится недоступной на несколько недель. Но, кто знает, возможно, парень просто выжидает подходящий момент, чтобы вернуться. Там все круто, это контент, я вижу, когда он начинает меня пиздить уже об пол головой. Ты только контент, что ли, думал? Да, я думаю, сейчас все, контент пошел, типа все, понеслась. Последнее громкое появление Эдварда Билла на Ютубе было относительно недавно, когда он снялся для нового ролика Моргенштерна. Таким образом, пранкер поучаствовал в разрушении образа Алишера, который тот выстраивал и раскручивал последний год. Учитывая, что ребят объединяет еще и общая вражда с Соболевым, можно предположить, что Моргенштерн также принял участие в записи нового дисса от Билла. Как вы считаете, это возможно и какое бы название дали такому диссу? И раз мы уже заговорили о Моргенштерне, то стоит заметить, что после своих выходок со сменой образа парень поднял новую волну популярности и на этот раз привлек нежелательное внимание мошенников. В последнее время пользователи Инстаграм видят рекламу букмекерской конторы, которая безведомо использует фрагменты видео Моргенштерна для продвижения. Учитывая методы, можно предположить, что и сама компания — это очередной развод и обман. Алишеру пришлось лично вмешаться в эту ситуацию и прояснить для своих подписчиков, что за пределами своей личной страницы в Инстаграм он больше ничего не рекламирует. Все чаще присылаете вы мне ссылки, как я якобы рекламирую в какие-то там конторы и так далее. Нигде, кроме своей Инсты, я ничего пиарить не буду. Кто использует мое лицо, те наглые, скажите им это. К слову, с блогерами такие схемы прокручиваются не впервые. Месяц назад можно было увидеть рекламу шаурмы от ничего не подозревающего Руслана Усачева. А еще раньше Вилсаком и Данила Поперечный были замечены в рекламе точек по ремонту телефонов, о которой они и понятия не имели. Правда, случай Алишера отличается тем, что его вовлекают в настоящее мошенничество со ставками и пользуются его временным отсутствием в соцсетях. А насколько часто вы видите лица популярных блогеров в каких-то сомнительных рекламах и можете ли сразу распознать, что эти объявления фейковые и как необходимо бороться с такими видами обмана? На этом у нас все. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе самых главных новостей. С вами, как всегда, был проект Ютубер. Меня зовут Эрик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok